Девочки, всем привет! Вот прямо сейчас у меня родилась идея, пока я нахожусь в офисе, идея создания видеоролика. Я вообще хотела давно о фитолосьонах, поговорить об уходе за лицом, вот именно об уходах и средствах, что-нибудь такое вот интересное показать. Вот, и сейчас как раз взглядом наткнулась на то средство, которое у меня стояло в офисе. Я хотела бы вам на обзор предложить два таких вот лосьона. Один вот фитолосьон из серии фитокислорода для жирной комбинированной кожи, для комбинированной кожи, склонной к жирности. Это из серии Фаберли. И инфинумовский лосьон тоже для жирной комбинированной кожи. Что хочу сказать относительно этого лосьона. Я этим лосьоном не пользовалась. Я хотела его взять попробовать, но потом передумала. Здесь вообще написано, что это сужающий поры тоник, предназначенный для ежедневного ухода за жирной комбинированной кожей лица. Освежает, предотвращает появление воспалений, способствует очищению пор и уменьшению жирности кожи. Все средства я всегда воспринимаю на запахи. То есть я открываю, нюхаю, если мне это средство нравится, соответственно я его беру. Благо у меня есть такая возможность, то есть у меня есть продукция в офисе, да, я беру в качестве образцов. Много что, допустим, консультанты приобретают, я у них тоже смотрю все это, нюхаю. Те, которые оформляют заказы на мой офис. И вот когда мне пришел вот этот вот тоник, заказывала я его по акции, по какой-то. Пришел тоник для нормальной сухой кожи и пришел тоник для жирной комбинированной кожи. Я его понюхала и сразу резкий запах в нос мне дался, запах спирта. И потом, когда я прочитала, я увидела его в составе, и причем он стоит вторым компонентом, то есть его достаточное содержание во флаконе. Алкоголь денат. То есть денатурированный спирт, я так это перевела. И, насколько я знаю, знаю я это давно, что нельзя ни в коем случае, какой бы жирной кожи у вас ни была, пользоваться средствами, которые имеют в своем составе содержание спирта. Потому что спирт, он не сушит кожу. Не подумайте, что если вы будете спиртовыми какими-то лосьонами протирать лицо, то у вас сузится пора, у вас уберется жирный блеск. То есть спирт, он сам по себе, я тоже не буду вдаваться в такую косметологическую глубокую терминологию, он обезвоживает кожу. То есть, ну, как вы сушаете клетки, вы сушите клетки. И кожа наша, она когда подвергается какому-то сушивающему воздействию извне, для нее это стресс, если вы будете протирать лицо тоником. И она, наоборот, начнет вырабатывать еще большее количество кожного сала. И у вас еще больше будет жирниться кожа. Поэтому ни в коем случае не протирайте лицо спиртовыми какими-то лосьонами. Ну, здесь достаточно большое количество содержания как раз спиртового какого-то раствора, который будет сушить очень вашу кожу, обезвоживать вашу кожу. И, соответственно, у вас не то, чтобы у вас кожа перестанет быть жирной, а наоборот, у вас еще больше будет кожа выделять кожного сала. Поэтому я даже пользоваться не стала, поэтому по воздействию на кожу ничего не могу вам сказать. Но не советую вам брать, потому что по вышеуказанному я уже рассказала, почему не надо спиртосодержащие какие-то лосьонные тоники для лица. Биофитолосьон для комбинированной кожи, склонный к жирности. Это вот из линии фитокислород компании Фаберли. Мне вообще очень безумно понравился запах. Я когда первый раз, а он, в принципе, давно уже появился в компании, я когда первый раз его попробовала. Попробовала я его, потому что у меня кожа комбинированная, и пользуюсь я средствами для комбинированной кожи зимой. Не зимой, а летом. Зимой я пользуюсь немного другими сериями. Вот. И мне очень понравился травяной запах. Кто-то говорит, что запах напоминает немного аптечный такой какой-то аромат. Но для меня это запах весны, запах трав. Какой-то вот аптечный, но он такой вот настолько приятный мне вот запах. В его состав входят экстракты шалфея, кипрея и тимьяна. Те вот травки, которые они как раз вот именно способствуют тому, чтобы мотировать кожу. Чтобы вот этот жирный блеск, который у нас в течение дня скапливался, он убирался в процессе протирки лицо тоником. И я этим тоником я пользовалась и утром, и вечером, и летом, и в течение дня. То есть в течение дня я не пользовалась, летом не пользуюсь никогда никакими тональными средствами. Поэтому, если даже я лицо тоником ватным диском протру, то макияж я не сниму. Соответственно, мне вполне подходит этот фитоблосен в течение дня и летом. Здесь напишено, что экстракты альпийских трав, известные своими целебными свойствами, восстанавливают баланс комбинированной кожи, матируют кожу, очищают поры и препятствуют развитию воспалений. В его составе есть аргинин, пантенол. И вот как раз экстракты тех трав, которые я вам сказала, это кипрея, тимьяна, шалфея. То есть те травки, которые у нас очень хорошо матируют кожу, убирают воспаление, очищают кожу и препятствуют развитию каких-то воспалительных элементов. Тоник мне очень нравится и по запаху, и по своим свойствам. И хотя я не особо люблю долго пользоваться чем-то одним и тем же, я люблю все-таки продукцию менять. Вот этой линией вообще всей, включительно вот этим фитоблосеном, я пользуюсь уже несколько, наверное, сезонов подряд. С того момента, как он только вышел вот в каталоге. Сейчас я вам поближе его покажу. Ну и вот этот заодно. Девчонки, спасибо вам большое за просмотр. Всем, кому понравилось это видео, ставьте класс, оставляйте свои комментарии внизу. И если кто наткнулся на мое видео впервые, вы можете подписаться на мой канал, и это можно сделать внизу. Всем спасибо, всего доброго и всем пока!